А в Актау ко Дню Благодарности приурочили ряд праздничных мероприятий. Благотворительные концерты, культурные акции, спортивные состязания. Каждый житель может принять участие в любой из этих встреч. А вот наши корреспонденты вместе с инициативной молодежью отправились поздравлять тех, чей труд обычно незаметен, а работников коммунальных служб города. Не оставили без внимания одиноких пожилых людей. Сегодня это слово звучит по-одробному. Ему свою благодарность вывезли представители молодежного ресурсного центра региона, постоянцам Мангистаунского интерната для престарелых и инвалидов. Для одиноких людей, а это чуть больше ста человек, здесь организовали красочный концерт, как признались сами пенсионеры. Больше всего им важно внимание будущего поколения, ведь именно для потомков они когда-то строили города и поднимали страну. Спасибо молодежи, которые не забывают своих стариков, своих стариков, своих отшелки дом. Спасибо за то, что вы можете сейчас спокойно жить в этом государстве. То, что нас, наш Назарбаев, наш первый президент создал это государство, это государство создал для вас, для молодых. Потому что все планы, Нур-Лжоу, Што-Шагов и все остальное, это только для вас. Потому что вы должны создать будущее Казахстана. Ну а с самого утра ребята с Актауского молодежного ресурсного центра отправились на городские улицы, чтобы поздравить с праздником представителей коммунальных служб города. Молодые люди благодарили тех, кто каждый день встает в 5 утра, чтобы сделать мир вокруг нас чище. Им дарили цветы, угощали горячим чаем, шоколадом и пирожками. Очень хорошо, тепло нас приняли, были объятия очень теплые. Мы пришли на место мероприятия, люди были очень довольны тем, что мы пришли, чтобы отблагодарить их за их работу. А они работают с утра до ночи, а никто не видит, как они работают. А мне бы хотелось пожелать казахстанцам, чтобы они говорили хорошие слова друг другу не только в этот праздник, а каждый день, делая мир вокруг чуточку добрее. Спасибо. Спасибо.